2020 год по традиции начался в бое с ярких премьер Дворца культуры. Напомним, что в 2019 году на дворцовой сцене был поставлен хореографический спектакль «Щелкунчик». В этом году также танцевальный спектакль по сказке Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева». Премьера спектакля состоялась 7 января в Рождество и прошла при полном аншлаге. Эту рождественскую историю в бое называют удивительным подарком всем поклонникам хореографии. Его решили сделать балетмейстеры Дворца с коллективами народного ансамбля танца «Ленок» – Любовь Александровна Белякова, Юлия Николаевна Коновалова, Юлия Александровна Ларичева и аккомпаниатор Александра Сергеевна Белякова. Все группы «Ленка» не просто выступили на одной сцене. Их выступления были частью одной общей программы, одной удивительной истории. Она рассказана близко к первоначальной задумке автора сказочника. Но все же это новый взгляд на известное всем повествование о любви, дружбе, потере и обретении вновь, об испытаниях на пути к счастью, о готовности к самопожертвованию ради близких людей. Юные буйские танцоры рассказали историю о силе духа и способности противостоять искушениям, которые встречаются на пути отважной девочки Герды. Знакомая всем нам с детства история передана языком танца, без слов, одними движениями, полными чувств, которые донесены до зрителя так, что заставляются переживать. Однажды злой тролль смастерил волшебное зеркало, в котором все доброе и прекрасное отражалось злым и безобразным. Тролля это ужасно потешало. Его ученики стали бегать повсюду с этим зеркалом, и вдруг зеркало выпало и разбилось на множество осколок, которые разлетелись по всему белому свету. Если осколок попадал человеку в глаз, он видел в каждой вещи только плохую. Если осколок попадал в сердце, то оно превращалось в кусок рельта. Некоторые осколки вставили в обронные рамы или очки, а многие осколки еще до сих пор летают по свету. В одном маленьком городе жила бедная семья, бабушка и двое детей, Гай и Герда. Сестра с братом очень любили друг друга. И летом дети выращивали розы и играли в маленьком садике под крышей. С зимними холодными вечерами слушали бабушкины сказки о Снежной королеве. Герда ее очень боялась, а Гай обещал посадить Снежную королеву на горячую печку. Однажды, катаясь в санях на городской площади, Гай увидел красивые белые сани, в которых была Снежная королева. И в тот же миг ему что-то попало в глаз и кольнуло в сердце. Это были осколки серкала тролля. Сердце Гая превратилось в кусок льда. Он начал видеть все злым и безобразным. Снежная королева посадила Гая к себе в сани, Угудала Снежной шубой и поцеловала. После поцелуя он забыл Герду, бабушку, И Снежная королева увезла Гая в свое холодное ледяное царство. Прежде чем достичь своей цели оказаться в ледяном замке Снежной королевы и найти своего брата Кая, Герда побывает у феи цветов, в царстве сна, в сказочном лесу, на балу у принца и принцессы, познакомится с необычными птицами, маленькой разбойницей и ускачет на олене, в страну, где правит Снежная королева, заколдовавшая Кая. Любовь Герды растопит льдинку в сердце брата, и, как это бывает в сказках, добро победит зло. В спектакле танцевали Герда Мария Коновалова, Кай Денис Коновалов, Снежная королева Варвара Михалева, бабушка Анна Сатрова, олень Василий Смирнов, разбойница Милана Калашникова, фея цветов Анна Чистякова, принц Владимир Смирнов, принцесса Анастасия Краснова, ворон Кирилл Шушкодумов, ворониха Татьяна Беленская и танцоры народного ансамбля «Танца ленок», которые в финале спектакля с трудом уместились на дворцовой сцене. Костюмер Светлана Саленко, художники Светлана Барашкова, Анастасия Урсаки и Ольга Смирнова, звук и свет Алексей Бучнев. Юные артисты порадовали своим исполнительством и талантом родителей и друзей. Установка была очень хорошая, костюмы, конечно, удивляют каждый раз. Молодцы, конечно, все потрудились хорошо, участникам большое спасибо. Ну, а у нас дочка, крестница, внучка выступала. Спасибо большое за праздник. Сказка замечательная, прекрасные костюмы, художественное оформление, дети все веселые, радостные, настроение прекрасное. Сказка просто прелесть. Я считаю, что это замечательно, такой рождественский праздник, такой великий праздник, такой замечательный концерт. Дети все выступали прямо с таким вдохновением, желанием. Ну и, конечно, оформление, замечательное оформление. Мы благодарны. Сегодня мы просто отдохнули на этой сказке. Конечно, хочется выразить слова глубокой благодарности всем руководителям данного спектакля, руководителю предприятия данного, значит, костюмерам, оформителям, звукорежиссерам, ну и всем, кто занимается танцами, хореографом. Конечно, это большая-большая благодарность. И если у нас такие будут хорошие выступления, у нас будет хорошее молодое поколение. Они стремятся к этому, они стараются и дарят нам свой праздник. Вы сегодня в качестве бабушки? Я сегодня пришла в качестве бабушки, потому что у меня внучка здесь выступает на этом спектакле, и она танцует в ансамбле «Ленок», поэтому на все концерты, которые выступает моя внучка, я хожу постоянно. Мне очень понравилось. Я получила большое удовольствие. И маленький сын у меня хорошо слушал. Просто стараемся посещать и поддерживать. Много знакомых детишек, в принципе. Город маленький, всех знаем. Очень приятно посмотреть. Можно сказать, правда, и детей много задействовала. Да, да, да. Нам очень понравилось. Очень. Нам очень понравилось. Мы вот все пришли в компанию своей. Очень красивая. Богатые костюмы, нарядные. Дети очень талантливые у нас. Очень красиво. Все понравилось. Спасибо большое за праздник. Для детей, ну, конечно, для взрослых. Скажите, вы почему пришли? У вас кто-то выступает или просто? Просто мы пришли. У меня моя крестная дочка выступает здесь. Вот. И мы пришли просто вот. Внуков своих, внучек своих привели. Посмотреть. Как детям. Детям очень понравилось. Понравилось? Да. Понравилось? Детям очень понравилось. Это новый год. Это новая попытка. Счастье принесет. Новый мир. Открыто. О, открыто. О, грустить нельзя. Счастье принесет. Извини, царапинка. Счастье принесет. Открыто. Чудеса. Чудеса. Моя. Это новая попытка. Счастье принесет. Счастье принесет. Новый мир. Открыто. Это новый год. И теперь ты принесет. Моя. Это новый год, это новая попытка, счастье принесет, Самый мир окружен, а в дождь не вся. Сразу закручивалась в мозг, классная мечта, Теперь ты видишь чудеса. Это новый год, это новая попытка, счастье принесет, Самый мир окружен, а в дождь не вся. Сразу закручивалась, но сбылась моя мечта, Теперь ты видишь чудеса. Чудеса. АПЛОДИСМЕНТЫ